Приветствую вас дорогие зрители на своем канале, вещать сегодня будет Jedi46, а темой для ролика в этот раз станет обзор крейсера Гибралтар. Как обычно, кратко разберем основные особенности и ТТХ корабля, а также я покажу подходящие билды и тактику в бою. Заодно озвучу основные причины, почему покупка данного крейсера сейчас это не самая лучшая затея. Итак, поехали. Гибралтар это акционный тяжелый крейсер в Великобритании, расположившийся на 10 уровне и доступный к покупке за 59 тысяч очков исследований. Корабль внешне очень сильно напоминает прокачиваемый Гелиаф, из-за чего многие их сейчас активно сравнивают. Однако, на деле это совершенно разные корабли и дабы нагляднее это продемонстрировать, заглянем в ТТХ новенького британца. Первое, с чего стоит начать, это конечно же артиллерия. Она представлена 12-ю орудиями калибром 234 мм, расположенным в трех башнях. И, пожалуй, все схватство с Гелиафом тут, это навесная баллистика из-за низкой скорости полета снарядов. И малая дальность стрельбы, всего 16 километров 800 метров. В остальном же сплошные различия. У Гелиафа главное вооружение это фугасы с большим уроном и хорошим шансом на пожар. А бронебойки в основном используются только против редких бортоходов на крейсерах. У Гибралтара же все ровно наоборот. Фугасов нет вообще, а взамен он получил увеличенную скорострельность и особые настройки бронебоев в виде льготных углов рикошета, порога взведения и задержки взрывателя. У всего этого безобразия есть как плюсы, так и минусы. Из плюсов можно отметить хороший ДПМ по всем противникам, подставляющим борт или ромб, а также возможность карать эсминцы, ибо бронебойки спокойно взводятся об их тонкую броню и наносят большой урон. Да еще и за счет калибра некоторым отдельным крейсерам, вроде Смоленсков и Минотавров, можно бить цитадели в ромб иногда и вовсе ваншотой. Из минусов же почти полное отсутствие урона по противникам, идущим носом или кормой и невозможность развесить пожары. Но, пожалуй, главное не это. Главное то, что малая задержка взрывателя чаще играет против вас, ибо все те крейсера, цитадель которых скрыта внутри корпуса за несколькими слоями брони, не цитаделятся вообще. Снаряды просто взрываются сразу после попадания в обшивку. В общем-то, по артиллерии корабль больше напоминает Голиафа, которому выдали снаряды от Минотавра, только с большим уроном и пробитием. Так что перейдем ко второй важнейшей составляющей любого корабля – живучести. Если вы рассчитывали, что Гибралтар по своей живучести не уступит Голиафу, что ж, я вас разочарую. Несмотря на то, что внешне корабли похожи, Гибралтар по своим размерам гораздо больше собрата, но при этом имеет меньший запас ХП, а также, на удивление, другую схему бронирования. Основной бронепоезд тут тоньше, и, что самое главное, цитадель не скрыта за двойной броней или обшивкой, а просто торчит наружу. Пример вы сейчас видите на экране, а я же озвучу, что это означает в бою. Если на Голиафе иногда можно поймать цитадель от линкора в нос или корму через траверс, то на Гибралтаре почти любой пропущенный залп в любую проекцию – это выбитые цитадели. Да, конечно, не все противники знают, куда какому кораблю стрелять и где уязвимые зоны, но когда на таком огромном по размеру крейсере цитадель торчит наружу со всех сторон, промахнуться по ней довольно трудно. И остается надеяться только на то, что рандом так и отправит вражеский залп в рикошет. Как будто всего этого мало, на новом британце фирменную хилку заменили на стандартную, а значит отрегенить большую часть полученного урона уже не выйдет. Окей, ладно, у Гибралтара в расходниках есть дымы и гап, а значит, что он в теории может спокойно настреливать из инвиза так же, как ни на тава. Что ж, сама по себе маскировка неплохая, в полной раскачке радиус заметности составляет всего 11,5 километров. Однако, в отличие от легкого крейсера, заметность при выстреле из дымов у него целых 9,5 километров. Что это значит в бою? Да, то, что любой вражеский треугольник может спокойно, оставаясь на безопасной дистанции, высвечивать вашу тушу в дымах. И нормально пострелять вам почти никогда просто не дадут. Маневренность тут, естественно, тоже довольно плохая, и надеяться на максималку в 32 узла в базе явно не стоит. Торпед у корабля нет вообще, что послужит еще одним жирным минусом в сравнении с прокачиваемыми британцами. Да, и ПВО хоть и неплохое, но в сравнении с Минотавром и Гелиафом тоже явно не пойдем. ПЛО. Авиаудар глубинками с малым радиусом вызова в 6 километров и максимум двумя зарядами, но хотя бы урон неплохой. Итого, по ТТХ мы получили эдакую смесь Гелиафа и Минотавра, причем, как ни странно, по геймплею больше похоже именно на Минотавра. Только вот, к сожалению, в данном случае корабль сочетает в себе в основном именно недостатки своих собратьев, нежели их достоинства. Что ж, с ТТХ закончим и перейдем к выбору билдов. Особой вариативности тут нет вообще, и выбор будет стоять всего между парой перков. Основа билда выглядит вот так, и на ее сборку у вас уйдет всего 17 очков, после чего останется лишь выбрать последний перк для четвертой ступени. Это может быть отличник артиллерии для лучшего ДПМа или мастер ПВО для защиты от авиации. Все остальные перки либо вообще не будут работать на вашем корабле, либо будут давать слишком слабую прибавку в эффективности. То же самое касается и модернизации. Выбора тут почти нет. Стандартная сборка крейсеров, в которой внимание стоит обратить только на четвертый слот. Тут стоят именно рули, потому как быстрый разгон является встроенной фишкой корабля, и модернизация на разгон отсутствует. А теперь к главному. К тактике ведения боя. И тут, как несложно догадаться, геймплей на корабль будет очень похож на дымную версию Минотавра. В начале боя старайтесь держаться рядом с контрольными точками и союзными эсминцами, но в этот раз уже соблюдая большую дистанцию. Это нужно для того, чтобы союзный треугольник мог подсветить вам противника, а вы в свою очередь отстреливали его из дымов на расстоянии свыше 9,5 км, дабы не светиться при выстреле. Естественно, ввиду отсутствия торпед и просадки по маскировке, за косплей дистминец тут уже не получится. А потому все, что нужно делать Гибралтару, это наносить урон и не лезть на рожон. И вот серьезно, я даже не знаю, что нового тут добавить, ведь если вы играли на Минотавре, то советы по игре на Гибралтаре звучат почти так же, только еще более скудным, ввиду меньшей универсальности корабля. Ищите удобные острова, через которые сможете стрелять из инвиза, а также следите за вражескими РЛС, дабы те не застали вас врасплох. Ну и конечно молитесь на то, чтобы какой-нибудь Смоленск вдруг захотел прокатиться к вам бортом, ибо пожалуй единственное, чем корабль действительно приятно удивляет, это своими залпами по другим крейсерам и выбиванием цитаделей со всякого картона. А теперь подведем итоги. Гибралтар сейчас это наверное худшее приобретение за очки исследований в принципе. И из всех доступных в бюро кораблей, его я бы не стал рекомендовать брать никому. Разве что вы не ставите себе цель собрать все лодки в игре, аки покемонов. Хотите поиграть дымный крейсер с хорошими бубэшками? Берите Минотавр. Хотите контр-тесмов? Берите Минотавр. Хотите, чтобы вас шотали линкоры в любую проекцию? Да, в принципе тоже берите Минотавр. Но я уверен почти на 100%, что если вы потратите свои ОИ на Гибралтар, он вас разочарует. Впрочем, как обычно, покупать корабль или нет, решать только вам самим. Лично я на него тратить свои очки исследования не буду. И на этом видео постепенно подходит к концу. Как обычно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если информация была полезной или интересной, а заодно заходите на Твич, дабы не пропускать новые стримы по кораблям. На этом все, всем удачи и до встречи в следующих роликах.